В 14 лет она сыграла свою первую роль. Наталья Белохвостикова приехала на каникулы к родителям в Стокгольм. Её отец в то время работал дипломатом, а кинорежиссёр Марк Гонской снимал в Стокгольме картину «Сердце матери». Не хватало массовки. И режиссёру посоветовали поискать актёров среди детей приезжих послов. Это был крохотный эпизод. Но кинодебют Натальи не остался незамеченным. Папочка, а земной шар заводить будем? Будем, будем. Маняша, ходи сюда. Папа сегодня устал? Завтра заведём. С тех пор Наталья мечтала об актёрской карьере. Она часто заходила во ВГИК просто посмотреть, помечтать. В один из таких дней глакурую девушку заметил Сергей Герасимов. Наталья с первых секунд очаровала мэтра кино. Герасимов принял Наталью без конкурса и вскоре пригласил в свой фильм «У озера». Папа, совсем белый стал. Никогда и никого я не буду любить больше тебя. Никогда и никого. Эту роль писали специально для Натальи. А после выхода картины режиссёр отправил актрису в Югославию на кинофестиваль. В самолёте попутчиком Натальи был режиссёр Владимир Наумов. Эта встреча оказалась судьбоносной для обоих. Чувства вспыхнули. Через год Наталья и Владимир поженились. Наумов наконец обрёл музу Наталья режиссёра, который всегда восхищался ею. Белохвостикова часто снималась в картинах мужа. Конечно, её звали и другие режиссёры. Но именно в фильмах Наумова Наталья блистала как нигде. А во Франции в пансионе у тебя осталась дочка. Совсем маленькая. Роль в киноленте «Тегеран-43» называют лучшей в карьере актрисы. Но на съёмках Наталье было непросто. Она сыграла сразу нескольких героинь. Переводчицу Марии, её дочь и маму главной героини. Кофе настоящий, да военный не суррогат. Вы кто? Это не имеет значения, просто я хотел угостить вас кофе. Для роли Белохвостикова даже учила персидский язык. А ещё актрисе предстоял сложный грим. Её состарили на целых 30 лет. Партнёрами Натальи по фильму были не менее знаменитые Игорь Костолевский и звезда французского кино Ален Делон. Не сомневаюсь, мадемуазель... Наталья Луни. Инспектор полиции ФОШ. Терпеть не могу полицейских. Впрочем, сама не знаю почему. Благодарю вас, вы очень любезны. Но любовь была лишь на экране. Наталья всегда оставалась верна мужу. Белохвостикова и Наумов для всех идеальная пара. Вместе они воспитали дочь, которая, как и отец, стала режиссёром. А в 2007 году в семье появился ещё один ребёнок. Наталья и Владимир усыновили мальчика. Наталья Белохвостикова называет себя счастливой женщиной. Ей удалось построить карьеру, стать знаменитой. И при этом, вопреки расхожему мнению, что артист не может быть счастлив в личной жизни, создать крепкую творческую семью. Цените друг друга. Киевский ювелирный завод. Драгоценные моменты жизни. Киевский ювелирный завод. 80 дорогоценных лет. 80 счастливых путешествий для вас.